Для уменьшения количества столбиков без накида крючок вводим в петлю предыдущего ряда, вытягиваем петлю, затем снова вводим крючок, но уже в следующую петлю предыдущего ряда и снова вытягиваем петлю. Все имеющиеся на крючке петли, а их три, провязываются вместе. Еще раз провязываем. Увеличение количества столбиков без накида. Теперь рассмотрим увеличение количества столбиков без накида. Для этого крючок вводим в петлю предыдущего ряда, вытягиваем петлю и провязываем столбик без накида. Затем снова вводим крючок в ту же петлю и провязываем столбик без накида. Так вяжется столько столбиков без накида, сколько требуется по схеме. Уменьшение количества столбиков с одним накидом. Для уменьшения количества столбиков с одним накидом делаем накид. Крючок вводим в петлю предыдущего ряда и вытягиваем петлю. Провязываем одну петлю и накид. Затем снова делаем накид и вводим крючок в следующую петлю предыдущего ряда. Привязываем сначала одну петлю и накид. Затем оставшиеся три петли на крючке. Увеличение количества столбиков с одним накидом. Для увеличения количества столбиков с одним накидом делаем накид. Крючок вводим в петлю предыдущего ряда, вытягиваем новую петлю. Провязываем столбик с одним накидом. Затем делают накид и вводят крючок в ту же петлю. И снова провязывают столбик с одним накидом. Так вяжется столько количества столбиков с накидом, сколько требуется по схеме. Урок подготовлен специально для сайта natashka.tp.eu Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова